8 сентября глава городского округа город Буй Валерий Катышев провел рабочую встречу с руководителями учреждений образования города. На совещании обсуждались вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с руководителями образовательных учреждений. За последние годы нам удалось многое сделать для того, чтобы качественно улучшить материальную плату наших образовательных учреждений. И, в общем-то, мы все делаем за последние годы, чтобы у нас появились открыты спортивные площадки. Я думаю, что последние у нас через месяц как родители будут активно помогать, так она, в принципе, появится в 3-7 школе. В принципе, у нас все школы, даже раньше срока на один год, в принципе, будут укомплектованы с этой спортивной площадкой. Надо, наверное, «Спартак» довести до ума, там надо сделать скейт-парк, в том числе, сделать, наверное, уже роллерную трассу вдоль берега реки, пешеходную, в том числе, чтобы могли там ребята бегать, кататься, они по дорогам кататься, значит, а там подойти могли заниматься, в том числе, уличные тренажеры поставить, там прямо вдоль берега, может быть, реки и на «Спартаке». Я, конечно, не знаю ситуацию подростковой преступности на сегодняшний день, но буквально, когда мы полтора месяца назад открывали, преступность у нас впервые подростковой была равна нулю ни одного преступления, зафиксировано. Ну, преступление, правонарушение дистанции большая, но преступление слабое. В прошлом году их было 12, в прошлом было 16, а в 11-м году их было 32, а в 10-м было, по-моему, 48. Это преступление, за которое осуждают детей. На сегодняшний день это ноль. То есть, я считаю, что наша самая главная победа, вот в плане того, что дети больше сейчас времени проводят под присмотром взрослых, занимаются спортом, музыкальной, художественной школе, спортивной школе, танцевальных, каких-то коллективов занимаются, 20 культуры. Поэтому использовать на все возможности того, чтобы наши школы были такими центрами притяжения и после занятий в школу. Что касается питания, значит, принято решение немножко увеличить стоимость. Мы там просчитывали, что школу смогут зарабатывать какие-то деньги, да, и часть этих средств необходимо будет вкладывать на приобретение фильтров для очистки воды. По молодым кадрам мы приняли в прошлом году решение, что мы будем поддержку оказывать 5 тысяч молодых педагогов. Я считаю, что это, в общем-то, не все, кстати, муниципальные образования так делают. По 5 тысяч мы помогаем, 280 тысяч в этом году мы потратили уже. И дальше будем помогать. Понятно, что большую сумму в ряду мы сможем пока увеличить. Поэтому задача, кто и ваша, помогать молодым педагогам вливаться в коллективы, получать кривории, увеличивать свою заработную плату. Для того, чтобы эти ребята могли доцепиться за, так сказать, непростую учительскую профессию, я уже сказал. И наша задача, в первую очередь, помогать тем специалистам, кто нам действительно необходим. Поэтому вот в этом плане, я думаю, что на решение этих вопросов возможно. Кроме того, есть программа «Молодая семья», по которой мы уже 70... 82 квартиры, да, молодые ребята купили за последние 5 лет. Благодаря помощи государства, муниципалитета, областного бюджета. Я скажу, что мы на первом месте области, если в процентном отношении считать, в общем, намного больше других даем этих сертификатов. Хотя последние годы мы их снизили, потому что у нас днями просто физически хватает. А был, когда давали по 16 годов. До 36 лет практически, ну, 35 полных лет можно вставать в эту очередь. Вставайте, молодые, особенно педагоги. Реально, есть семья из четырех человек получит 800 тысяч государств. И считая счет, так сказать, материнского капитала будет. Сюда у нас очень не действует. По теме безопасности детей выступила заместитель главы администрации Татьяна Попова. Руководители образовательных организаций огласили главе города проблемные хозяйственные вопросы, с которыми сталкиваются коллективы при организации учебно-воспитательного процесса. Также в рамках встречи были подняты вопросы по организации школьного питания, ремонту образовательных учреждений и другие темы. По окончанию совещания Валерий Катышев поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года, пожелал творческих успехов, достижения намеченных целей, талантливых и благодарных учеников.